В данном ролике речь пойдёт о достоверности информации, предоставляемой на конференциях, посвящённых лечению болей в спине. Мне очень приятно выступать на такой совместной конференции неврологов и терапевтов. Я хотела бы немножко уделить внимание проблеме, которое на первый взгляд, исключительно на первый взгляд, кажется немножко такой растиражированной. Мы очень много говорим о боли в спине, много говорим о болевых синдромах, но тем не менее, несмотря на то, что практически каждая конференция терапевтического неврологического профиля посвящена этой проблеме, как говорится в хорошей кавказской пословице, сколько ни говори, халва слаще не будет во рту. И получается так, сколько мы не уделяем внимания этой теме, пациентов с болевым синдромом в спине не становится меньше. И вот для клинической практики нам с вами очень важно выявить варианты синдрома в боли в спине. Неспецифическая ли это боль, которая, слава богу, составляет 90% случаев, и которая представлена миофасциальным синдромом, фасеточным и дискогенным синдромом, и специфическая причина, которая, собственно говоря, угрожает ситуации, угрожает жизни больного и ведёт к различного рода врачебным ошибкам. Соловьёва ссылается на статью «Манчик-антиоценка относительного вклада различных структур в хроническую боль в спине» за 2001 год. На боль, связанную с поражением фасеточного сустава, приходится 40%. На дискогенную боль 26% и в данном исследовании на боль, вызванную поражением крестово-подвздошного сустава, пришлось 2%. У Соловьёвой вообще непонятно, о какой боли идёт речь, об острой или хронической. Для лечения и реабилитации это важно. Согласно Соловьёвой, на миофасциальный синдром приходится 70-80%, на фасеточный синдром 40% и на дискогенную боль 3-7%. Как мы видим, предоставленные данные Соловьёвой не соответствуют данным из оригинальной статьи «Манчик-антиоценка» и коллег. У Соловьёвой на дискогенную боль приходится 3-7%, что в среднем это будет 5%, то есть каждый 20-й с болью в спине. Хотя, по данным «Манчик-антиоценка» это каждый 4-й. Собственно, лечение дискогенной боли, то есть клинически значимого стеохондроза позвоночника, как лечение миофасциального синдрома ни к чему хорошему не приведёт. Это будет классическая ятрогения, причинение вреда пациенту при лечении или реабилитации из-за изначально неправильно выставленного диагноза. Или же пациенту будут морочить голову, убеждая его, что всё в порядке и нет поводов для беспокойства. Ну, типа, через недельку-другую всё пройдёт само собой. Неспецифические боли в спине бывают острыми и бывают хроническими. Если рассматривать источники неспецифической боли, то для острой боли, конечно же, в первую очередь большое значение. Главную роль играют миогенный фактор, но далее артрогенные, связочно-фасциальные и дискогенные боли. Источники хронической боли предполагают несколько иное распределение между этими ноцептивными сигналами. В первую очередь, среди источников ноцепции при неспецифической боли в спине хотелось бы выделить межпозвонковые диски и фасеточные суставы. Они, безусловно, доминируют. Перейдём на статьи по ссылкам, которые нам предоставил Дмитрий Анатольевич. Так, это Манчиканти с авторами 2009 год, Джан с авторами 2011 год и Лаплантэ с авторами 2012 год. Итак, Манчиканти у пациентов с хронической поясничной болью без грыжи диска на фасеточные суставы пришлось 30%, на крестцово-подвздошный сустав меньше 10% и на дискогенную боль 25%. Так, хроническая боль в шее без грыжи диска от 40% до 50% это вклад фасеточных суставов и на дискогенную боль приходится примерно 20%. Так, Джан на дискогенную боль даёт 39%, на боль связанную с грыжей диска меньше 30% и на фасеточные суставы тоже меньше 30%. Лаплантэ с коллегами дают такие данные, на боль вызванную внутренним разрушением или разрывом диска приходится 42%, на фасеточные суставы 31% и на боль в спине связанную с поражением крестцово-подвздошного сустава пришлось 18%. Я не надеюсь, что я вам открою что-то прям совершенно радикально новое, поскольку про дозапатии, как уже сегодня с утра было сказано, вы знаете, наверное, больше, чем я. Но, тем не менее, есть определённый момент, которые потихоньку меняются, потихоньку изменяется парадигма, и это, наверное, важно. Первая категория, так называемые неспецифические боли в спине, которые не требуют какой-то специальной терапии, а требуют следования просто определённой инструкции, определённому алгоритму. Радикулопатии, отдельная история, когда повреждается нервный корешок каким-либо образом, и так называемые специфические боли. Если обратиться вот к работе 2006 года, мы можем видеть, что специфические боли встречаются относительно нечасто, но это как раз та самая категория болей, которые могут создать нам большие проблемы. Потому что если мы, условно, не увидели красных флажков, да, и поставили неспецифическую боль в спине, а там она оказалась, это ничего для нас не будет стоить. А если мы пропустим, условно, наличие перелома, наличие системных воспалительных заболеваний, вот здесь у нас могут быть проблемы, поскольку и наша терапия не будет помогать пациенту, но и потенциально возможны жалобы и так далее, и так далее. Касаткин оказался хитрее других докладчиков и просто перечистил возможные причины болей в спине, при этом не указал процентный вклад каждой патологии. Однозначно умно, но вот в статье, на которую он сослался, речь идет совсем о другом. Касаткин заявляет, что причинами неспецифических болей в спине в 87-90% случаев являются миофасциальные синдромы, дегенеративные изменения позвоночника спондилез, спондилоартроз, аномалии строения позвоночника, сакрализация и люмболизация стеноз позвоночного канала и нестабильность позвоночного сегмента, спондилолистез, хлыстовая травма спины. Теперь заглянем в вышеупомянутую статью. Исследование, проведенное в Соединенных Штатах, показало, что у пациентов с болью в спине, обращающихся за первичной помощью, у 4% диагностируется компрессионный перелом, у 3% спондилолистез, у 0,7% опухоль или метастазы, у 0,3% анкилозирующий спондилит и 0,01% инфекция. Неспецифическая боль в пояснице определяется на основе наличия симптомов без четкой конкретной причины. Другими словами, боль в пояснице неизвестного происхождения. Около 90% всех пациентов с болью в пояснице будут иметь неспецифическую боль в пояснице, что по сути является диагнозом, основанным на исключении специфической патологии. Многие медицинские работники используют различные диагностические определения. Например, врачи общей практики могут использовать термин «люмбага», физиотерапевты, термин «гиперэкстензия», хиропрактики или мануальные терапевты, патология фасеточных суставов, а хирурги-ортопеды, дегенеративное поражение диска. Тем не менее, в настоящее время не существует надежной и обоснованной системы классификации для большинства случаев неспецифической боли в пояснице. В клинической практике, так же, как и в литературе, неспецифическую боль в пояснице обычно классифицируют по длительности жалоб. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Я сегодня хочу рассказать о перед вами карта мира, где красным закрашены страны, вовсе не с победившим социализмом, к сожалению, а с победившей болью спине. Основная причина снижения качества жизни в развитых странах – это боль в нижней части спины. И уже Элла Юрьевна рассказывала про причины боли в нижней части спины. Я уверен, что звучали и мушчинотонические синдромы, и спондилоартропатии, фасеточные синдромы, дисфункции крестцово-подвздошного сочленения. Говорилось, что боль в нижней части спины является доброкачественным заболеванием, как насморк. Если лечить ее, она проходит за неделю, если не лечить ее, проходит за 7 дней. Также и здесь, у половины пациентов боль проходит за неделю, даже без лечения. 75% за месяц. А вот те, которые хронизируются, это как раз та самая ноцепластическая боль и есть. 90% неспецифическая боль в спине. И вот из них около 20% пациентов становятся ноцепластическими. Конечно, термины такие, как гостохондроз, дорзопатия, они остались в прошлом тысячелетии. Современный термин дорзалгия М54. И главное, когда мы диагностируем таких пациентов, не пропустить красные флажки. Вслед за Эллой Юрьевной Соловьевой, Баринов дезинформирует своих слушателей на конференции и зрителей, просматривающих конференцию в записи. О какой боли вообще идет речь? Об острой или хронической? По упомянутым срокам это острая. Но если боль в спине рассматривать как насморк, как предлагает Баринов, тогда откуда такой процент хронизации? 23% это почти каждый четвертый. Каждый десятый инвалидизируется. Нехилый такой насморк. Может быть под насморком в Баринове имеет ввиду французский насморк? Тогда это все объясняет. Шучу. Диагностика причин боли в спине по Баринову. Первое. Первичное страдание мышцы. Мышечно-тонический синдром и миофасциальный синдром. Второе. Спондилоартропатии с рефлекторными синдромами функционального блокирования фасеточных и или крестцово-подвздошных суставов. И специфические боли в спине. Патология межпозвонкового диска с рефлекторными и компрессионными синдромами. 5%. 5% болей будет справедливо только по отношению к радикулярным синдромам, вызванными химическим поражением корешков, межпозвонковой грыжей в сочетании с компрессией. Если же речь идет о таком расплывчатом понятии, как патология межпозвонкового диска, то речь должна идти не о 5, а о 50%. Обратите внимание на десятикратное занижение статистических данных по данной патологии. Баринов повторил Соловьеву. Напомню, свежие данные Ламы и коллег за 22-й год. То есть данная патология диска составляет до 50%. Что также согласуется с данными других специалистов, изучавших данную патологию. Идем дальше. Второй пункт метаболические нарушения. Остеопороз 2%. Третий пункт воспалительные ревматические инфекционные процессы 2%. Четвертое. Опухоли, первичные и метастазы менее 1%. Здесь согласен. А Баринов не горит желанием объяснить врачам причины мышечно-тонических синдромов, которые, как известно, часто выступают не как самостоятельная форма страдания, а именно как сопутствующая патология мышц при поражении межпозвонкового диска и фасеточных суставов. Это же относится и к поражению крестцово-поздушного сустава, который зачастую вовлекается в процесс заболевания уже рефлекторно и вторично после поражения дисков. Итак, Баринов вешает лапшу на уши врачам, затем врачи дезинформируют своих пациентов, что можно рассматривать как ятрогению, расценивать как нанесение неумышленного вреда своим пациентам. Понятно, что при разговоре с пациентами врачи не оперируют терминами типа миотонические синдромы, а используют всем понятный термин мышечный спазм с соответствующим назначением миорелаксантов. Только весь фокус в том, что концепция порочного круга «боль-спазм-боль» это коммерческий миф, навязанный и успешно культивируемый фармакологической индустрией. Я еще вернусь к данной теме. При заболеваниях позвоночника спазм мышц спины, ног и таза действительно встречается, но это крайне редкое явление в клинической практике. И не нужно мышечную ригидность выдавать за мышечный спазм. Это откровенное шарлатанство. Говоря о неспецифической боли в спине, основным фактором, влияющим на распространенность у пожилых людей от старше 65 лет, является остеоартрит. Остеоартрит фасеточных суставов, видите, 45% всего населения страдает этим остеоартритом. И крестцово-подвздошных сочленений, здесь 18% боли в спине вызваны остеоартритом подвздошно-крестцовых сочленений. Если говорить о тазовой боли, то здесь распространенность остеоартрита крестцово-подвздошных сочленений чуть выше, до 30%. Когда мы видим таких пациентов, мы, конечно, ставим в своей клинической практике им диагноз не остеоартрит, а дорзалгия, соответственно, М54-4 люмбага с эшасом, боль внизу спины М54 общая, классификация дорзалгии. Хотя можно таких пациентов классифицировать и по М47, остеоартрит позвоночника, дегенерация фасеточных суставов. Но бывает дегенерация суставов без боли, когда человек просто теряет свою гибкость, а есть дегенерация суставов с болью. И для того, чтобы... Перейдем по ссылке и взглянем, что конкретно говорится в статье. Так, контролируемые диагностические исследования выявили распространенность боли поясничных фасеточных суставов в 27-40% случаев у пациентов с хронической болью в спине без смещения диска или радикулита. Здесь под смещением диска стоит понимать выпячивание диска. Относительное число ложнопозитивных результатов составляет от 27-47% для единичной диагностической блокады. Итак, никакой речи о 45% не идет, тем более о 18% боли в спине, вызванных поражением крестово-подвздошного сустава. Также ничего о спондилезах и люмбага с ишиасом. Итак, Баринов ссылается на семинар «Неспецифическая боль в нижней части спины» в авторитетном медицинском журнале «Ланцет» за авторством Федерико Балаги и коллеги 2012 год. На данную статью есть рецензия Вандина Куэра, Бурдофа Мароса и Адамса. Это признанные специалисты по исследованию и лечению боли в спине. Так вот, данные специалисты дают такую оценку данной статье. В своем семинаре по боли в пояснице Федерико Балаги и его коллеги пришли к выводу, что профессиональные механические факторы вряд ли могут быть независимой причиной боли в пояснице. Этот далеко идущий вывод основан на опубликованных обзорах эпидемиологических исследований и на связи между доказательствами повреждения тканей, выявленных при визуализационных методах исследования и болью в пояснице. Что касается эпидемиологии, Балаги и его коллеги основывают свой вывод на серии обзоров Вай, Рофи, Биша, Паквона, Дагинайза. Эти обзоры подверглись критике по нескольким причинам. Во-первых, они полагаются на применение критериев Брэдфорда-Хилла к единичным эпидемиологическим исследованиям, тогда как эти критерии были предложены, чтобы помочь оценить доказательства причинно-следственной связи между исследованиями из различных научных направлений. Во-вторых, другие обзоры пришли к противоположным выводам. В-третьих, в исследованиях, на которых основывались работы Вая и коллег, воздействие механической нагрузки было неполным. Не включалась интенсивность, частота и продолжительность воздействия и были основаны на неточных косвенных показателях. В исследованиях, где воздействия факторов представлены лучше, видны прочные взаимоотношения. Кроме того, Балаги и его коллеги используют отсутствие однозначной связи между болью в спине и структурным повреждением позвоночника в качестве аргумента против значимости механической травмы в происхождении боли в пояснице. Подобный аргумент можно использовать для отрицания связи между курением и раком легких, пренебрежение профессиональными механическими нагрузками как причинными факторами развития боли в пояснице не имеет доказательств и может серьезно затруднить эффективную профилактику и лечение. Куэр с коллегами в статье от 2010 года сделал такой комментарий. Вай и коллеги полагаются на применимость критериев Брэдфорда Хилла к единичному исследованию. Следует отметить, что эти критерии не были предназначены для оценки отдельного исследования, а используются для оценки уровня доказательств причинно-следственной связи фактора А с заболеванием Б на основе всех доступных научных данных из различных исследований. По характеру этих критериев невозможно, чтобы одно исследование по данным наблюдений соответствовало всем требуемым критериям. Применение критериев Брэдфорд Хилла для установления причинно-следственных связей требует объединения данных наблюдательных исследований с экспериментальными исследованиями и обобщения результатов в согласующуюся оценку вероятности причинно-следственной связи. Доказательства не должны основываться на одной статье. Хорошо известный всем реабилитологам канадский специалист по биомеханике позвоночника Стюарт МакГилл в своей статье 2011 года, посвященной критике обзоров Вайя и других, дает такой комментарий. Боль в спине не является однородным заболеванием, поэтому систематический обзор неспецифической боли в спине не выявит причинно-следственных связей или даже ассоциаций. Тем не менее, когда боль в спине распределяется по подгруппам на основе патомеханизмов, паттернов боли, анамнеза или даже психосоциальных переменных, результаты в совершенствующихся публикациях по теме обычно утвердительны, рассматривая в кавычках боль в пояснице. Вместо очень специфических типов заболеваний спины, хорошо связанных с конкретной профессиональной перегрузкой, в этой статье были проигнорированы сложные взаимодействия между структурой и биомеханикой травмы. Ни одно из исследований Вайя не объединяет эту сложность. Прежде чем проводить систематический обзор боли в спине, необходимо рассмотреть механизм травмы. С Федерико Балаги мы разобрались, теперь очередь Роджера Чоу. Роджер Чоу, профессор медицинской информатики и клинической эпидемиологии, автор нашумевшего клинического руководства по лечению боли в спине американского общества боли. Я думаю, что не будет преувеличением, если я скажу, что для многих сторонников неспецифической концепции боли в спине, Роджер Чоу это эталон специалиста доказательной медицины. Для некоторых сотрудников Сеченовского университета, я не буду называть их фамилии, это икона, на которую они молятся. Посудите сами, практическое руководство за авторством Чоу занимает первое место в десятке наиболее цитируемых статей, посвященных лечению боли в спине в период с 2000 по 2020 года. Большинству авторов научных статей проще слетать в космос, чем добиться такого уровня цитирования их статей. Но, несмотря на это, другие общепризнанные специалисты в области доказательной медицины наградили Роджера Чоу титулом «Соломенный человек». Данный фразеологизм означает «подставное, фиктивное лицо, пешку, исполнителя, выполняющего чужую волю, несерьезного, ненадежного человека, прибегающего к различным уловкам». Изначально соломенный человек, то есть соломенное чучело, это сказочный человек, выполняющий приказы хозяина. И наградил профессора Чоу данным титулом никто иной, как Лаксмая Манчиканти. Данный доктор наук является общепризнанным мировым специалистом в области научных медицинских исследований и зарекомендовал себя ярым сторонником доказательной медицины. 490 научных статей, 11 научных монографий по интервенционной терапии. Под его началом выпускаются клинические руководства по лечению хронической боли в спине интервенционными методами. Практик. Он также является сторонником репаративных, регенеративных методов лечения и, что самое главное, не разделяет мнение сторонников неспецифической концепции о том, что в 85% случаев невозможно установить источник боли и поставить точный диагноз. Это специалист, который не поддерживает неспецифическую концепцию в том виде, в котором ее продавливают американское общество боли и американская коллегия врачей. А теперь выясним, за что цитируемый Бариновым Алексеем Николаевичем профессор Чоу заслужил титул соломенного человека. Процитирую вывод Манчиканти и других 2010 год по первой части диагностические вмешательства. Как обсуждалось в разделе результатов, беспристрастность исследования включает прозрачность, подотчетность, согласованность полученных данных и независимость. Таким образом, их Чоу и другие 2009 год исследования не соответствовало ни одному из критериев. Кажется, что безупречность исследования не применяется по единому принципу из-за недостатка четкой информации с множеством конфликтов интересов, как финансовых, так и академических. Во многих аспектах отсутствует прозрачность. Учет данных не был обеспечен должным образом с нарушением политики в отношении конфликта интересов, выражавшийся в том, что приоритет отдавался литературе с дружественной экспертной оценкой синтеза доказательств и рекомендаций, в то время как рекомендации, согласующиеся с современной литературой, не были применены должным образом. Отсутствует согласованность доказательств, так как литература была проанализирована ненадлежащим образом с включением и исключением критериев оценки, основанных на удобстве, вместо использования стандартизированного метода. В довершение ко всему, разделение ответственности было нарушено, так как минимум два из привлеченных экспертов по интервенционным методам отозвали свои имена из публикации, но это не было опубликовано. Процитирую вывод Манчеканти и других 2010-х год по второй части «Терапевтические вмешательства». Переоценка любого и всех основополагающих принципов является неотъемлемой частью современной медицины. Чоу и Хаффман проделали обширный анализ, однако из-за неадекватных оценок, включения несоответствующих исследований и исключения соответствующих исследований обнаруживается, что синтез их доказательств лишен точности и, следовательно, приводит к неуместным выводам. В целом, критические замечания могут быть нацелены на исследования Чоу и Хаффмана. Их исследование предоставляет вводящее в заблуждение результаты из-за отсутствия методологической точности и проверки фактов. Тщательный повторный анализ данных приводит к значительно отличающимся результатам, чем вышеизложенные ранее. Роджер Чоу со своей командой, конечно же, огрызнулись, но это была их роковая ошибка. Манчиканти с коллегами в своей статье 2012 года так прокомментировал ответ Чоу на их критику в первых двух статьях. «Зачитывать из текста буду выборочно. Кажется, что разработка клинических руководств частично утратила свою основу как медицинская наука. В лучшем случае руководства должны быть конструктивной объективной реакцией на экспоненциально расширяющийся объем медицинских знаний с целью помочь практикующим врачам в их применении. Фактически, разработка руководств, видимо, превращается в кустарный промысел с множественными, часто противоречащими друг другу рекомендациями по одной и той же теме. Доказательная медицина не всегда дает окончательное заключение специалиста. С конкурирующими интересами плательщиков, практикующих специалистов, лиц, определяющих политику здравоохранения и третьих лиц, извлекающих выгоду от разработки клинических руководств в качестве мер для экономии средств, разработка руководств была описана нами как основанная на предубеждениях, искажении данных, оправдании или совпадении результатов. Помимо обоснованных различных точек зрения относительно доказательств, которые могут быть представлены в различных руководствах, существуют потенциальные конфликты интересов и различные другие факторы, которые играют важную роль в разработке руководств. Как всегда, при подготовке руководств должны быть рассмотрены и оценены конфликты интересов. После выхода руководства Американского общества боли в сообществах интервенционного лечения боли поднялся скандал по различным вопросам, связанным не только с обобщением доказательств, но и в связи с конфликтом интересов. В недавней публикации, опубликованной Чоу с коллегами в дополнение к предыдущим, судя по всему, имеется ограниченное число клиницистов, вовлеченных в разработку руководств, что явно демонстрирует некоторые из этих проблем. Рукопись Чоу с коллегами иллюстрирует недостаток критических аргументов и демонстрирует значительный конфликт интересов, так же как демонстрирует отсутствие надлежащей оценке метода интервенционного обезболивания, использование подмены тезисов для поддержки своих аргументов. Кроме того, в данном обзоре будет предпринята попытка продемонстрировать, что чрезмерное внимание к этому «соломенному» человеку сдерживает критику тех положений, которые мы считаем изъянами в данном подходе. Имеется ввиду доказательная медицина. Далее, можно утверждать, что доказательная медицина, сравнительные исследования эффективности и разработка руководств стали политической, а не медицинской наукой, превратившись в вышедшую из-под контроля кустарную промышленность. Плачевным результатом стала разработка руководств, которые больше не могут быть конструктивным ответом, помогающим практикующим врачам усвоить и применить экспоненциально расширяющуюся, часто противоречивую совокупность медицинских знаний. Предпочтительно, если конкретные клинические рекомендации, содержащиеся в практических руководствах, систематически разрабатываются группами экспертов, которые имеют доступ к имеющимся доказательствам, понимают клиническую проблему, имеют клинический опыт работы с исследуемой процедурой, раскрывают любые финансовые конфликты интересов и имеют соответствующие методы исследования, чтобы делать взвешенные суждения. Эти группы экспертов должны состоять из врачей и специалистов по методологии, хотя точки зрения этих двух групп потенциально различны, они не являются несовместимыми. Доказательная медицина выражает идею о том, что современные подтверждающие данные, доказательства могут применяться в клинической практике согласованно в сочетании с индивидуальным опытом клинициста и с собственными предпочтениями и ожиданиями пациента для достижения наилучших возможных результатов. Однако, как ожидали ученые, несмотря на то, что прошло 20 лет, преимущества доказательной медицины не материализовались при многих заболеваниях, включая боли в спине. Для многих распространенных заболеваний преимущества очевидны только для небольшой части пациентов. Кроме того, исследования в основном сосредоточены на лечении, а не на диагностике. Таким образом, большинство доказательств, используемых для поддержки рекомендаций в клинических руководствах, касается терапевтических вмешательств. А доказательства для рекомендаций относительно прогноза и диагностики часто являются слабыми. Существует значительный конфликт в развитии доказательной медицины. Таким образом, доказательная медицина в равной степени может быть как опасна, так и полезна для медицины, если не будут разработаны надлежащие методологии и не устранены заангажированность и конфликт интересов. Кроме того, это не только вопрос потенциальной опасности доказательной медицины, основанной на отсутствии неопровержимых доказательств и установлении окончательных стандартов, но также конфликт интересов и другие различные факторы, которые играют важную роль в разработке руководств. Помимо этого, при разработке руководств не принято рассматривать выгоды, получаемые организациями, рекомендующими данные руководства, как и их отраслевые отношения. Отношения среди агентств, которые, в кавычках, не смогли изучить фактические доказательства, предоставляемые Центрами по контролю и профилактике заболеваний, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. И, наконец, организации кустарной отрасли, занимающейся разработкой доказательной медицины, чьи доходные статьи зависят от взноса в той или иной отрасли. Кроме того, в дополнение к вышесказанному, руководства по клинической практике рассматриваются страховыми компаниями или правительством в некоторых странах как метод контроля затрат. Таким образом, недостаток доказательств может использоваться в качестве аргумента для исключения лечебного вмешательства из перечня страховых выплат, государственного медицинского страхования или государственного финансирования. Конфликты интересов неизменно возникают в отраслях, связанных с фармацевтическими препаратами, а также с оборудованием и другими материалами. Все специалисты в сфере здравоохранения задействованы в исследованиях или разработке руководств, страховые компании, политики в области здравоохранения и, наконец, так называемые независимые организации, чей доход зависит от создания руководств, удовлетворяющих сторону плательщика, должны признать необходимость полного раскрытия информации о потенциальных конфликтах интересов. Переведу с научного языка на обывательский. Роджера Чоу и других разработчиков клинического руководства по лечению боли в спине поймали за руку на шулерстве, махинациях, подтасовке данных, банальном обмане и неудачной попытке избавиться от конкурентов, используя доказательную медицину как инструмент для достижения поставленных задач. И за это Роджера Чоу и его команда Лаксмая-Манчиканти прилюдно выпорола, дабы другим было неповадно в будущем. А при чем здесь Баринов? Да все очень просто. В книге «Боль в спине» за 2017 год соавтором, который был Баринов, указано, что он является ни много ни мало, а руководителем Академии интервенционной медицины. Уж кто-кто у Абаринов чисто теоретически должен был ссылаться не на Роджера Чоу, а на Лаксмая-Манчиканти, как на общепризнанного специалиста интервенционной медицины. О том, что между специалистами по интервенционной медицине и американским обществом боли существует определенный конфликт, ни для кого не секрет. В качестве примера приведу цитату из книги «Боль в нижней части спины мифы и реальность» 2016 года за авторством известных специалистов Парфенова и Исайкина. Черным по белому написано «Имеется конфликт интересов при использовании интервенционных методов лечения неспецифической боли в спине. Кто хотел, тот нашел статью по ссылке и вник в суть проблемы». Собственно, достаточно процитировать полстраницы из книги «Мифы и реальность», чтобы понять причины конфликтов между представителями неспецифической концепции и представителями других лечебных, диагностических и реабилитационных направлений. Парфенов с Исайкиным в одном абзаце привели мнение сразу трех авторитетов неспецифической концепции. Дейо считает, что поражение мышц, небольшие травмы, растяжение является наиболее частой причиной боли в спине. Ярвик считает, что в большинстве случаев 85% нельзя выяснить точную причину боли в спине. Чоу считает, что не доказано, что установление точной причины мышц, фасеточный сустав, крестцово-поздошное сочленение изменяет врачебную тактику и ускоряет процесс восстановления. Я бы сказал, что это квинтэссенция мнений всех специалистов неспецифической концепции, так сказать, общий вектор. Мне так понравились выступления Баринова и его книга «Боль в спине», что я считаю, что его научное в кавычках творчество заслуживает отдельного ролика. Субтитры создавал DimaTorzok